День рыбака Конечно рыбалка И не с какими-нибудь удочками, а с сетями, на которые мы сегодня и отправляемся Стать нашим проводником по волнам согласился рыбак со стажем Николай Акбаш Уроженец Одесской области Украины, он в середине 80-х перебрался в Ульяновскую область И вот уже 32 года как занимается рыбацким промыслом Почему вы в свое время решили, что это для вас? Не знаю Это руки уже, наверное, решают Или подсознание Без понятия Это трудно объяснять Но без воды тяжело Правда уже последние две зимы не рыбачу, зимой отдыхаю Суставчики мучают Хорошо А так, ну весна приходит, все уже Начинается зуд по всему телу Надо на воду Загрузившись в небольшую лодку и экипировавшись в спасательные жилеты, мы отправляемся в путь Николай сразу предупреждает, далеко идти не получится из-за метровых волн Для рыбака они дело привычное, но он заботится о нашей безопасности Ветер, солнце, Старомайский залив, брызги в леток, это лучшее утро в этом году Волны не дают нам пойти к сетям, которые ставил сам Николай Они находятся за 20 километров от Старой Майны Поэтому мы отправляемся на выход из Старомайского залива И сейчас трудится его коллега Сергей Лодочников, потомственный рыбак Этим промыслом занимался и его отец, и брат Вот только дети по стопам отцов не пошли На больших волнах Николай Акбаш сбавляет обороты И мы можем немного поговорить с нашим спутником Старой Майны много тех, кто профессионально занимается рыбной ловлей Вот так, о лодках каждое утро с сетями Ну, я думаю, человек 50-70 и есть, это точно Ну, не подсчитал, но есть Есть Ну, я так понимаю, вы потомственный рыбак, да? Нет Это один ее, как в том анекдоте Было у папы три сына Два умных, а третий рыбак Вот видишь, боюсь, что Просто в 12 лет подарили орудие лова Хорошее Я начал ловить Вот вы рыбачите сетями А на удочку вы рыбачите Я даже не знаю, как ее держать Некоторые рыбаки любят Тут зимнюю рыбалку ездят Выезжают на удочку Я нет Сергей Лодочников и Николай Акбаш Одни из матерых рыбаков Старой Майны В целом же их организация довольно молода По словам Николая, средний возраст рыбаков 30-35 лет Просто мы живем в Старой Майне, здесь больше работы нету Начинается с банальщины, а потом уже втягиваешься И уже Многие я знаю, что бросали рыбалку А потом все равно возвращаются назад Потому что тяжело без воды Если привык Тем временем метров 30 от нас Сергей проверяет сети Вытягивает то ерша, то чихонь, то сопу Глядя на труд коллеги Николай проговаривает Что сейчас, в начале июля Рыба попадается мало За раз килограмм 20-30, не больше Но пугаться и звать экологов не стоит Просто начало июля Это время, когда рыба отдыхает После нереста в камышах Куда сеть не поставишь А вот в сентябре за один заход Может быть и килограмм по 400 А то и больше Ну, на лодке Тут больше 500 килограмм не погрузишь Может быть, чревато, да, я так понимаю Это уже 500 чревато А 350-400, это приемлемо Куда большие объемы ловли Были тогда, когда по Волге ходили тралы Но к этому способу лова Николай относится отрицательно Памятуя о словах своего преподавателя Что на реках трал убивает кормовую базу рыб А стало быть, бьет по тем промысловикам Которые добывают рыбу обычными сетями Естественно, не могли мы не спросить Об отношении честных промысловиков и браконьеров Никогда не мешали и не видим их Это ночные снайперы Если они выезжают, они выезжают На меляках, на резинках Чтобы никого не видеть Никому не мешать У нас инспекция хорошо для этого работает Однако Сергей Лозичников Уже закончил обследование одной из сетей И бросив на нас хмурый взгляд Помчался дальше, прыгая с волны на волну А мы, развернув лодку, отправляемся в обратном направлении Наше утро с профессиональными рыбаками Подходит к концу Мы поздравляем всех, кто имеет отношение К этому промыслу с праздником И желаем удачного лова Вкусовым есть и свежую рыбу приготовить Леща почистить, нарезать Духовочку со сметаночкой Такого килограмма полтора на два Щук, котлеты местное дело Добавляет сало Но, как хохлы говорят, сало Это продукт, который портить рыбой нельзя Сало должно есть сами по себе и съедаться А в щуку добавить немножко сыра плавленого И тогда никто не откажется от этой щучьей котлетки И скажет, вот это вещь КОНЕЦ